но посиди минутку то сейчас будет сухо посиди секунд так как вы поняли у нас случилась уборка сплоть до того что ни одной вещи на полу нет и я смогла вымать но кое-кто не понимает что здесь мокро вообще не по но вы сейчас ну все грязный пол будет грязный твои следы остаются что с детьми сделать что с детьми сделать сидите все а ты уже на кухне сидите тему проведай я слышу он там подкашливает скажи доброе утро здесь я тоже вы мало я вам потом расскажу откуда у меня такой запал посуду я тоже вручную вы мало сейчас у меня будет урок в 12 яблочки нам вчера принесли угостили они так себе и я сварила из них из части их компотик еще много осталось яблок все огромное порезал общем нас тут яблочный рай папа зашел в квартиру поставил пакет ушел но это окончание истории весь молодец расскажу надеюсь тема пойдет в душ хорошо у тема кажется гости сегодня да спроси кого сколько гости у него сейчас я приму душ а кстати как я приму душ вперед тема я приму душ за пять минут похоже я пойду голову просто мыть вот у нас свои забивают что больно то ну почему больно пальчику вот и сядь сядь попей свой чай все хорошо слышите свои так и продолжаю да понятно что сюда пришел вот чай вот чай мама пошла мыть голову не могу вам оставить мультики дорогие дети потому что вы переключаете будете смотреть английский как хорошие песенки вот которые вам задали песенки давай или переключать песенки hello 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 trick or treat я уже выучила сладость или гадость да и века перевода так там целый час песенок помой голову очень хочу на урок свеженькой кажется я сейчас съем что-то что очень хочу съесть авокадо огурчик и такой салатный микс в упаковке был прямо разный-разный салат который не надо резать я только его помыла на всякий случай вот прям замечательный салатик у меня и краюшечка дети пока молчат я потом вам все расскажу но пока что не успеваю хочу хочу не раздеваясь забрать данечку прогуляться в торговый центр иначе я сойду с ума от этого дня сурка бесконечного для тех кто не любит творог хлеб краюшка творог оливки и майонез если кто не любит сладкое я не люблю сладкий творог пытаюсь есть не сладкий а ты будешь сидеть писать да у тёмы там гость сильные не надоедай можешь что-то их спросить если надо мы с данечкой придем через часик хорошо а я буду по тебе мама скучать тяпу 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 не скучай давай пока пока куда мы идем главное чтобы нас приняли без записи очень девочки не хочется распускать слухи но вчера мама моих учениц сказала что у нее там связи в детском саду и что после того как все закроется на неделю сады и школы ну школы понятно уже на две недели говорит что уже садики больше не откроются хочется верить что это слухи но мы на всякий случай пострижемся вдруг тут все закроется девочку я постригала мальчика я пострижемся не в состоянии вот но если так будет садики закроются мы сядем дома ищем плюсы будем значит мы гулять как два года назад ездить за город и гулять на природе что такое все белое у меня это что такое на камере было все белое почему мы пошли на мой лифт как называется на эскалатор ну все двое детей дома один в парикмахерской о смотрите здесь был магазин пусто наконец-то я с вами уединилась хочу сказать что все как-то не очень радужно у нас вчера приехал наш папа вечером он же обычно приезжает забирает детишек садик и уезжает после последнего раза когда он был у нас в утреннее дневное время я больше ему не писала и ничего не сообщала не говорила что там купить и так далее в общем прекратила контакты потому что после этой скажем так брани до безудержной не смогла я прямо не могу себя вот пересилить вот что он там наговорил и что у меня в ушах остались эти слова не могу прямо понимаю что родить но отец нужен детям что дети его любят не могу себя заставить вот и ему написать там приезжая и так далее прямо ужасные вещи он тогда сказал предание и проданию но даня надеюсь не понял когда-то он услышит эти слова взрослая будет большим поймет что папа говорил это конечно ужасно и вот он приехал совершенно вот я с вами сейчас тут спрячусь в таком уголочке хорошеньком совершенно он вознеможденном своем состоянии все нутра вчера он лег спать после своей так сказать ночной смены чуть-чуть поспал днем и вот приехал к нам вечером не знала на что он приедет без предупреждения не знала во сколько я была на уроке прихожу он вот дома поэтому видео вчерашнее оборвалось обстановка невыносимая вот вы знаете даже мне кажется лучше когда люди просто ругаются вот я уже привыкла однажды детьми и уже вот эти дурацкие правила я забыла что нельзя разговаривать и я начала с порога болтать как будто бы нормальный человек рассказывать о новостях каких-то там про коронавирус про то что садики закроют для меня это очень актуально про то как здорово что я с учениками а он на меня так смотрит и я понимаю что ну вот просто заткнуться до разговаривать нельзя и детьми разговаривать нельзя с чем и разговаривать нельзя тема тоже это знает он сразу же закрылся в комнате не выходит не вышел ужинать детей я просто посадила за мультики и пускай они с мультиками сидят потому что папа играть с ними не может вот он лег в 7 утра типа как с ночной смены в 7 утра потом поспал но он невменяемый совершенно уставший то есть он играть с ними не мог заниматься не мог он просто лежал не не может ничего просто вот то засыпает то открывает глаза соответственно конечно в таком состоянии это я опять его начну оправдывать человека все раздражает и что дети тут играют шумят и поэтому я решила пускай они с мультиками сидят тихонечко их все устраивает хотя бы он не будет орать то есть буквально какие-то мелочи там упало полотенце он стал орать в общем все должны молчать нельзя смотреть видео я монтировать видео конечно же будет звук от телефона нельзя говорить по телефону с подружками у меня получается вечер пропал еще нам принесли продукты нас сейчас взял так сказать под опеку один человек и приносит нам не кондицию из магазина не просрочку они кондицию то что нельзя продать например что-то упало там и так далее это все вот произошло при нашем папе и конечно его это очень вывело из себя хотя как бы надо радоваться бесплатная еда но конечно его это вывело ударила по самолюбию он помог с этими продуктами разобраться вчера что-то помыл что-то перебрал вечером дальше все пошло не так не положить детей режим полностью сбит все поперек что мама говорит все папа оспаривает то есть ложиться спать нет рано идти в душ там а зачем там пускай даня после душа почитает как обычно с книжкой под отделом нет они пришли с викой там играть в мяч даня уставший без тихого часа в общем папа никаких моментов нашей жизни не знает почему кто из детей раньше ложится не знает спрашивать не будет мне говорить нельзя ничего не хочет ничего не понимает весь режим нарушен веку все пол первого еще бегала в общем такая знаете молчаливая война на несколько часов это настолько тяжело я сижу в своей квартире я себя чувствую как будто бы я не знаю где но не у себя дома точно невозможно мне было не пойти помыться я все время заставляла детей что-то делать а папа это оспаривал и привлекал их себе чтобы они например не мультики смотрели а около него валялись но им особо это не интересно они хотят его поднимать чтобы он играл с носил их на плечах мячик играл в общем я вся измучилась и я сегодня спала у данечки в кровати с данечкой мы помещаемся кровать два метра а вот конечно папа с утра очень был злой я даже не входила в ту комнату даня тоже все это чувствует даня уже большой века ничего не понимает даня не пошел и марсель вышел выпил стакан заварки и ушел потом вернулся ну конечно же я ему сказала что надо купить вернулся поставил пакет в прихожей ушел мы не знали что он зашел он то есть он такой вот молодец ответственный принес продукты то что вот это вот напряжение держала до самого его ухода это просто всем было заметно тема тоже не выходить утра это какой-то кошмар девочки ну и да что самое кошмарное что когда я утром спросила что это за чай меня покрыли всеми матами сразу же и я просто хожу и честно я не понимаю что мне делать я когда растила тему я растил его 1 отец тема никак не претендовал на общение с ребенком со мной и то есть все мы разошлись в одну секунду все больше не виделись никогда ни одного раза и я растила тему 1 и не было такого опыта что отец ребенка хочет видеть ребенка а мне это получается все неприятно некомфортно и в доме не нормальная обстановка то есть это и не гость которому ты рад готовишь я хотя кстати все наготовила все у меня было лишнее можно было его кормить угощать но настолько вот это плохое все настроение это издерганность от работы почему надо нам тогда приходить в таком состоянии если ты весь издерганный и уставший у меня такого опыта не было я не понимаю что делать дети то ждут его я еще в июле ему сказала снимай нормальное жилье и я буду приводить к тебе детей так он же снимает такое жилье в которое нельзя привести детей он снимает комнату и даже слышать не хочет о том чтобы туда дети появились я не знаю что там может быть за городом где-то то есть вот этот уже вариант как он приходит там раз в два три месяца как будто бы в гости уже это не радостно это и не гости и не член семьи то есть он какие-то вчера делал замечания где у меня что лежит это уже не уместно то есть это мои личные вещи лежат там где мне нужно и вот приходящий папа пришел и это все не так если у кого-то из вас есть опыт в разводе общения с отцом ребенка напишите мне как политкорректно к этому подходить может быть нам но не буду сейчас подсказывать это я уже вам подскажу то есть какой-то должен быть ответ как детям общаться с папой чтобы это не было вот так вот совершенно выглядело ненормально то есть папа дома а нельзя разговаривать они же сразу видят что мама не разговаривает мама-то у них всегда разговаривает хоть с ними хоть по телефону хоть с ютубом хоть с тёмой то есть я болтушка я люблю поболтать и кто меня знает лично прекрасно вы это знаете а тут папа дома то есть они хотят радоваться а мама в таком дискомфорте и 10 минут одно и то же говорю господи и им некомфортно того что мне некомфортно какой способ она должна поступить мудрая женщина мудрая женщина на все его маты крики и скандалы должна улыбаться стоять тихо глазки опустить вниз утешать говорить ой ничего ничего все хорошо все хорошо и вот так вот мурлыкать не в том я сейчас вот этом эмоциональном состоянии чтобы ему мурлыкать его утешать то есть вот этот мат он меня просто сегодня выбил из кольи после этого я перемыла палубе перемыла посуду переубирала игрушки нас меня настолько вот это вот агрессия зарядила энергией мне нужно было ее выплеснуть чтобы пойти на урок в нормальном состоянии понимаете ну вот я вам пожаловалась на самом деле данька то стрижется а я провалилась во времени сейчас ушла в себя с вами поделилась сейчас мне станет по лекции и я пойду в секонд-хенд может если я что-то куплю мне еще легче будет вика ничего не понимает когда данечка был трехлетним он тоже ничего не понимал он настораживался чуть-чуть на эти крики но в целом он не понимал сейчас он понимает что этот мат обращен ко мне что это мама плохая и потом когда отец уходит даня от меня чуточку капелечку отождаются потому что это сейчас не часто если бы это каждый день было то он бы сильно отдалялся то есть он чувствует что отец ругает мать значит мать что-то какая-то не такая и он уже смотрит на меня так и конечно же меньше слушается то есть вот этот момент наверное самое страшное в наших отношениях что когда его агрессия выливается на меня дети это не понимают слов но они понимают что что-то мама плохая когда я так воспринимаю дайте мне терпение поддержите меня девчонки я в шоке от того как проходил вчера наш вечер и сегодня наше утро тут бесполезно плакать да там истерить ругаться то есть надо как-то нам выйти из этого адаптационного периода к нашему разводу и нормально нормально где-то с детьми видеться но учитывая что с 9 мая 2013 года когда марсель поднялся ко мне в 9 утра со словами я спал в машине учитывая что с этого момента ничего не изменилось он так и спит в машине он так и устает его безумный график который в общем-то взрослый человек сам себе строит ничего не изменилось человек не изменился человек также переутомляется и все время издерган учитывая этот момент как мы можем что-то спланировать адаптировать и дальше жить все бесконечно могу повторять это в любых сейчас синоним синонимальных синонимовых предложениях но вы поняли идею что обстановка невыносимая а я уже так рада что я с вами поделилась мне даже настроение улучшилось женщинам что надо поболтать да поболтать и легче становится а теперь о последних новостях говорят что с 15 ноября в санкт-петербурге все благополучно закрывается и входишь ты по qr-коду о прививке у меня нет qr-кода прививки а у вас нажмите паузу и напишите сделали вы прививку или нет в конце концов потому что я честно не уверена что хочу ее делать как не спуститься вниз попробую на лифте дальше говорят что все закроется садики школы и мы опять все уйдем в локдаун при этом я же смотрю множество русских блогеров из разных стран во всех странах постепенно все открывается самые последние рестораны в англии открылись которые были закрыты открыто все у нас как обычно все по-другому чем во всем мире все ровно наоборот везде церкви жгут нас церкви строят везде ой какой ракурс интересный везде все открывается у нас все закрывается везде заболеваемость на спад у нас на подъем так схожу в секонд-хенд вдруг что-то мне приглянется тем более парикмахер знает дань она сказал он поиграет у меня записи нет он не помешает пускай не 20 минут а сколько вы захотите вот так вот она любезна и и Да, кстати, я же забыла совершенно вам сказать, это платье, купленное в 2010 году. Конечно, тогда не носили кроссовки спать. Это уже современное мнение. Вот я его надела, прям еще училась такая нормальная. Детская одежда здесь есть. Детская одежда здесь есть. Детская одежда здесь есть. Детская одежда здесь есть. Продолжение следует... 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 Кто переплыгнет перед эту собаку, тот и молодец. Да ну я и знаю, что пришел. Если кто переплыгнет перед собакой, она зайдет. Так, что молодец? Ну получается, что поедет. Три, четыре раза. Поехали и тебе было два или еще два. Один и два. Все, четыре раза. Нет, надо считать. Один, два, три. Позанималась с детишками, карточками своими. А в голове у меня продолжается монолог. И никак он меня не отпускает, этот монолог. Мне один друг Марселя сказал, что ты делаешь из него монстра в своем ютубе. Я его не делаю монстром. Мне просто настолько непонятно его поведение. Он ничего хорошего про себя детям не показывает и не рассказывает. Много-много лет отданы бальным танцам. Никогда он не позвал нас посмотреть и не рассказал, не показал ни одной фотографии, ни одного видео детям. То есть это тайна, покрытая мраком, что папа занимался бальными танцами. Бросил буквально год назад. Семь лет я видела, как он занимался. И до меня еще много лет. Теперь. Сейчас еще одно появилось у него новое увлечение. Не буду рассказывать, поскольку я знаю, что он не рассказал своим друзьям. Оно тоже очень творческое. Отнимает у него три раза в неделю, по три часа. Чуть-чуть там не по четыре часа. В центре города. Это тоже творчество. Ничего общего со строительством. А можно не стучать, пожалуйста. Ничего общего со строительством не имеет. Дальше. Пение. Гитара. Много лет я просила, принеси гитару, поиграй ребенку. Какие-то вообще неимоверные отговорки. А ведь когда мы до детей, значит, мы собирали друзей. Он играл на гитаре, пел песни. Играли в настольные игры. То есть никакое положительное свое качество детям он не показывает. Вот это мне странно. То есть если, например, у вас возникнет мысль, куда ты смотрела вообще, и как ты могла, значит, от такого человека завести детей, то это был совершенно другой человек. Это был человек, который два раза в неделю занимался бальными танцами. Два. А в воскресенье много часов. Там три занятия было. Чуть ли не по полтора-два часа. Не помню. Все в воскресенье уходило на танцы. Я тоже с ним занималась. Пару лет бросили потом. Год занималась, год беременна, год занималась, год беременна. Вот. Очень много времени танцевал. У него два языка. Английский. Синхронным переводчиком он был. Французский. Так себе. Но знает. Знал, во всяком случае. Два высших образования. Одно законченное, как водится, одно незаконченное. Не знаю. Надеюсь, меня слышно. Я себя не слышу. Что еще? Обожал ходить в лес. Собирать чернику. Всякое такое вот все спокойное, творческое. И как я могла знать, что это все куда-то исчезнет? Ничего из этого он детям не показал. Ни разу не сказал ни фразу по-английски. Не сыграл на гитаре. Не спел песню ни разу. Хотя обожает петь. Не станцевал. Единственное, мы пошли тогда на занятия по музыке с детьми. И он подключился. Но сам, чтобы он ничего про себя хорошего не показал. Я поражаюсь, почему это так. Как это вообще возможно? Человек скрывает свои положительные качества детей. Может, кто-то из психологов смотрит. Объясните мне, что это. Потому что говорят, сам себе психолог, как сам себе стоматолог. Поэтому смотрела я очень хорошо. Смотрела я на человека с высшим образованием. С блестящими манерами. С прекрасным языком. И все это развеялось. Честно говоря, когда мы общались до детей и до совместного проживания. Во-первых, он так не ругался. Во-вторых, если ругался, то мне даже иногда казалось, что он просто шутит. Так прикалывается. Потому что это настолько концентрированный мат. Что так вообще никто не разговаривает. Я думала, это реально шутка. Это оказалось не шутка. Вот вся вы сегодня в мыслях. Вас загрузила. Извиняйте. Пишите комментарии. Что надумаете. Я не знаю, что думать. Что дальше делать. Я не знаю. Привет. У нас уже ночь. 23 часа. Вика вырубилась в 9. А Данечка у Темы играет. Я монтирую вам видео. Смысл вышесказанного. Зачем я вообще все это говорила? Я подумала, может быть, кто-то из знакомых Марселя рискнет, наберется сил и напишет ему. Марсель, покажи детям свои хорошие качества. Покажи, что ты умеешь петь, играть на гитаре, танцевать, разговаривать на иностранных языках. Ну, просто я не понимаю, как еще на него повлиять. Вдруг, если у вас есть храбрость, что я худею, смелость написать, напишите ему. Передайте друг другу. Друзья друзей точно смотрят мои видео. Просто, ну, это смешно показывать себя только с плохой стороны и ждать, что тебя будут так любить всю жизнь и уважать. Любят только малюсенькие дети безотчетно. А дальше-то, конечно, дети все уже понимают. На этой веселой ноте или грустной. А я радуюсь, потому что у меня тишина настала. Всех люблю, всех целую. До завтра. У меня темно. А фронтальная камера на темноту плохо реагирует. Моя комната превращается в детскую комнату. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok